Этот набор у нас будет состоять из пяти видов. Кладем, получается, каждый вид по одной пачке в набор. В конце конвейера пакеты завязываем, оставляем сверху. Сегодня волонтеры Банка Еды Русь формируют наборы для нуждающихся из макарон. Макфа привезла благотворителям различную продукцию. Чтобы собрать один комплект, у команда уходит меньше минуты. Лариса достаточно давно помогает в этом деле. Раньше она сама получала такие наборы еды. Я могу сказать, что мы одна большая дружная семья уже. То есть мы не просто коллектив, а уже практически родные люди друг к другу. Потому что такие ситуации, они сплачивают всех, и люди становятся ближе. Это, кстати, сказывается и на оперативности. Такой конвейер волонтеров всего за час может собрать до 500 наборов. Причем помогать приходят люди самых разных возрастов. Есть даже группа серебряного возраста. Они очень активно помогают фонду и в акциях, и в фасовках. И вот, да, пример, восьми-шестидесятилетняя бабушка наша, она на разборке коробок, скажем так, настолько профессионал, что она уделывает трех студентов по скорости. Четырех даже. Я ставил вместо нее, и они не справлялись, а она справляется. Всего у Банка Еды Русь несколько тысяч волонтеров. Сегодня Макфа решил наградить лучших. Для них подготовили дегустационные наборы и валенки, которые особенно пригодятся в южноуральские морозы. Награждается Елена Василенко. Идею фудшеринга развивают в регионе на протяжении нескольких лет. Масштабы деятельности Банка Еды Русь постоянно растут. Ранее за год раздавали нуждающимся несколько сотен тонн продуктов. В 2023-м уже больше тысячи тонн. Компания Макфа традиционно передает продукцию для благотворительности. Макфа действительно с Банком Еды Русь с самого начала, как он здесь появился в период пандемии. И вот сотрудничество наше только развивается. И помимо получения благотворительных поставок, мы также двигаемся в направлении экологического просвещения населения. На протяжении двух лет волонтеры Банка Еды Русь и студенты направления пищевой технологии посещают производственную площадку Макфы. Молодые люди не только знакомятся с современным производством, но и начинают путь к осознанному потреблению. Дмитрий Бачко, Андрей Грищук, 31 канал.